Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Там мама. Дымит что-то. Ребята, просили показать, как дела у этого искусственного рая. Ну и как раз тоже я там делаю. Забрал там одну рамочку из семьи. Ну и решил ее сюда подставить. Ну и также сразу же решил вам снять и показать, что тут происходит. Сейчас мы увидим, что тут происходит. Вместе с вами, да, Машенька? Тут мы подселяли одной рамочкой расплода. Ну и сейчас одной еще подсилим. И увидим, как тут дела. Как тут дела. О, ребята, тут маточник. Что-то не нравится им эта наша матка-то. Что-то она им не нравится. О, да, тут уже запечатанный маточник. Покалечили ее, ребята. Покалечили ее. И вот, видите. И не хотят они ее. Вот такие вот дела. Так, поставлю эту рамочку сразу же тут. Это с расплодом, ребята, рамочка. Яйца открытые расплодом. Видно? Видно? Ага. Бедно-бедно. Там лепчинки уже довольно-таки большие. Да, не очень интересно, конечно. Но, тем не менее. Тут, ну, этой рамочке мы подселили. Вот тут расплод ее. Сейчас покажу. Вот такой. Как раз хочет уже выходить расплод, наверное. А, да, как раз вот лупится пчелка. Начинает лупиться. Видно? Ага. Выходят по нему. Да, ребята, да. Что тут еще? Вот тут вторая. Расплод нормальный, я бы сказал. А маточники, видите, еще тут маточник был. Ну, что, ребята, придется делать? Я ее, наверное, наверно, подселил. Ликвидирую эту матку. Ну, давайте так. Давайте уже не буду ликвидировать, наверное. Тут тоже маточники. Наверно, ей немае тут. Ну, как немае? А куда? Да я думаю, что, наверное, немае. А, кстати, действительно, ребята, и яиц не видно. И яиц не видно. И яиц не видно. А что, сама по себе пропала? От старости? Да, ребята, все-таки ее, наверное, покалечили по какой-то причине. Да, наверное, ее в уле и нету. Наверно, ее в уле, правда, Машенька говорит, нету. Да, и яиц нету, есть только открытый расплод. Да, ребята, она по какой-то причине пропала. Надо будет сюда завтра принести маточку. Ну, или сегодня еще. У нас там, кстати, есть одна маточка отобранная. Наверное, я сейчас ее сюда и принесу. Ну, вот такие, друзья, ребята. Совсем меня не порадовало. Скажу честно. Но, тем не менее. Схожу я сюда за маточкой и положу маточку. Ну, смотрим дальше. Итак, друзья, принесли мы маточку. Попросили маму еще раз тут посмотреть, нету ли матки, пока мы ходили. Ну, говорит, что не нашла. У нас тут уже заслонка вымется. У нас в ведре где-то, да? Да. Друзья, что-то у нас не складывается ролик, нажми на паузу. Так, друзья, просто у нас заслонка тут уже была вытащена. И надо было взять заслонку. В беготне, ну, все что-то, ну, всегда что-то забудется. Потому что, скажу честно, пчеловодство это не для ленивых работа. Если кто хочет, если кто хочет заняться пчеловодством, ребята, ой, как я там подавил. Сейчас скажу, короче. Все, прижал их между рамками. Так что, ребята, пчеловодство это не для ленивых. Если кто хочет заняться пчеловодством, а сам, ну, сам по себе знает человек, что он может знать. Ну, такая пословица есть, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Если человек за собой замечает, что он так позволяет себе, ну, откладывать на завтра. Лучше не заводить пасеку, потому что пасека это как ребенок, ребята. Завели все. Надо за этим ухаживать. Ладно, ребята, вот такая судьба этого ройчика искусственного. Ну, чтобы вы понимали, что, видите, и у меня бывают какие-то приключения. Чтобы вы не думали, что везде так. Так что молодые пчеловоды, ну, начинающие, если у них что-то такое происходит, меня расстраивает. Это везде так. Везде у каждого строится, у каждого что-то потеряется. Каждый сам где-то что-то придавит матку, где-то отрутовеет, где-то что-то произойдет. Где-то заболеет. Но самое главное не допускать до болезней. Вот это самое главное. Потому что то, что такие, ну, такие катаклизмы, которые они сами себе в семье могут как бы, ну, или строиться, или там что-то такое. А все болезни идут только от пчеловода. Так что до болезни не допускайте. Ладно, друзья, буду заканчивать. Так что вот такая судьба ройчика. Потом выпустим матку. Ну, когда выпустим, покажем, приняли или не приняли. Ну, и будем дальше наблюдать, как себя будет вести. Значит, ну, напомню, тут она была сформирована только на овощине и подселилась двумя рамочками расплом. Вот такая его судьба. Ладно, друзья, будем заканчивать. Подписываемся на наш канал. Кому нравятся лайки, кому не нравятся дизлайки. Все, всем пока-пока.